Нубия, Ливия. Вот такая картинка, куча народа, общий дипломатический язык, общие культурные коды, очень много общекультурных кодов и общая торговля. И, собственно, та пиктограмма, которую мы уже видели. Противоречие между мекенами и сгоем. А мекены по отношению к общему миру, конечно, воспринимали себя как изгой. И цивилизованным миром. Мелкие конфликты внутри. Конфликт с Ассирией. А Ассирия играла большую роль, в общем-то, оттягивая значительную часть ресурсов хеттов от Траады. И на этой системе противоречий сначала Троянская война, а затем то, что получило название «Нашествие народов моря». Когда началось колоссальное перенеселение народов, в ходе которых, собственно, погибли почти все, обозначенные на этой карте государства. Погибла мекенская Греция. Полностью была превращена в развалины Траада и, собственно, вся Малая Азия. Закончилось существование хеттов. Осталась Ассирия. И ей помезло именно то, что она оказалась крайне восточной державой. И, собственно говоря, она пережила этот этап катастрофы, чтобы стать основной жертвой следующего этапа. Выжил Египет. Но Египет плохо выжил. Египетская цивилизация, одна из величайших в течение всей предшествующей истории, смогла на последних усилиях справиться с нашествием народов моря. Но после этого Египет вступает в полосу экономического упадка. Затем в новый переходной период, падение нового царства, полностью замыкается только в своих границах. Причем в очередной раз теряют Нубию, как обычно. И как великая держава, он более на карте человечества никогда уже не появляется. Собственно, с этой точки зрения можно сказать, что Египет, может, формально и пережил нашествие народов моря. Но пережил просто некая преемственность культуры и государства. Великая нация, великий этнос, великий Ном, а Греция рассматривала Египет как... Ну, такое вот... У них понятие Ном было немножко не египетским. Это не область, ограниченная каналами. А это область, ограниченная законами. Причем греки, они не различали законы божеские и человеческие, божественные. И считали, что вот есть, например, земля Египта, а там царствуют египетские боги. Там свои законы. Это отдельный Ном, отдельный кусок мира. Греция – другой кусок мира. Так вот, Египет как государство выжил на какое-то время, не очень надолго. Египетский Ном прекратил существование. Следующая картинка заставляет нас из Древнего Египта, из Троянской войны, вернуться совсем в наше время. Дело в том, что говоря сейчас о катастрофе Бронзового века, как о вековом конфликте, мы должны будем посмотреть с вами, как выглядят, собственно говоря, общие черты этой катастрофы. Собственно, мы таких катастрофы знаем три. Катастрофа Бронзового века. Античная катастрофа. У нас она, естественно, о ней будет своя лекция. Катастрофа позднего или высокого средневековья. И вот сейчас мы имеем полную возможность уже довольно аккуратно смотреть, как развивается такая же катастрофа индустриальной фазы развития. Но поскольку по отношению к событиям нашего времени информации больше, есть и интернет, то мы можем посмотреть все на сегодняшних примерах, а потом вернуться снова в античный, вернее, в доантичный мир. Итак, график по оси Х время. Что касается того, что у нас идет по оси Y, то это можно назвать по-разному. Уровень развития цивилизации, качество жизни, размерность пространства, образов жизни, мыслей и деятельности. В общем и целом, оси Y показывает, насколько цивилизация развита, что она создает нового, где у нее увеличивается размерность пространства возможных решений. Любых решений. Ученого, работающего в своей области. Или просто школьника, который думает, в какой ему кружок идти, или чем ему заняться по жизни. Не забудьте, что бывают, и в основном человеческой истории их было очень много, таких моментов, где твоя жизнь была практически полностью предопределена. И особого выбора у тебя не было. Где родился, там ты и продолжил жить. Так вот, до 1967 года у нас идет период индустриального развития в технологической парадигме. Причем технологическая парадигма у нас вполне в тот момент понятная, прозрачная. Это энергетические технологии и двигатели. Отсюда авиация, космос. И все это идет где-то до 1967 года. Я еще успел, правда, будучи совсем ребенком, где-то до первоклассника, мы раньше, застать кусочек нормально развивающейся индустриальной фазы развития. Но любой может познакомиться с тем, как это выглядело, почитав просто фантастику, советскую или американскую. Кстати, в данном случае нет уж такой большой разницы, написанную в конце 50-х, начале 60-х. Или посмотреть сериальчики, рассказывающие о той эпохе. Много интересного для себя увидите. После периода устойчивого, вернее неустойчивого, нормального экспоненциального развития, начинаются сильные колебания. Они начинаются войной 67-го года. Затем кривая резко идет вверх. Происходит высадка американцев на Луне. Или лунная мегапостановка. Как ни странно, для нас сейчас не важно. Был это настоящая высадка или убедительно рассказали о ее проведении. Важно, что в этот момент большинство людей на Земле было в полной уверенности, что Луна теперь наша и скоро нашим будет Марс. Затем целый период техногенной катастрофы. Очень необычная война 73-го года. Шесть лет прошло. Война 67-го года, шестидневная война. Война 73-го года, война судного дня. Но первая была очень похожа на Вторую мировую. Война танков и авиации. А вторая была не похожа ни на что. Война Птурсов из РК. Резко изменилась характер войны. А это означало, что изменился характер мира. В 73-м году мы проводим границу. У нас заканчивается этап неустойчивости. В этот момент начинается энергетический кризис 74-го года. Начинается он по самым разным причинам. В том числе и из-за закрытия Советского канала. И из-за возникновения ОПЕК. Но как только этот кризис начинается, немедленно разваливается валютно-винансовая модель, известная как, соответственно, Бреттон-Вудская. И возникает ямайская модель. Золото становится товаром. Что приводит к колоссальным изменениям в экономике. И совершенно немеренным диспропорциям, которые выправляются несколько лет. Для нас это неинтересно. Для нас важно, что в этот период парадигма индустриального развития сменилась на постиндустриальное. И технологическая парадигма стала экологической. Вот тут римский клуб, тут доклады о пределах роста. Очень медленный рост. Гораздо более-менее на предыдущих этапах. При этом впервые за человеческую историю начинают разрушаться целые направления деятельности. В этот период уходят на сволку истории. Крестики вместо них мы рисуем. Классические океанские лайнеры. Развитые космические исследования. Не забудьте, предполагалось, что мы будем на Марсе, мы человечество. Не позднее середины 70-х. Сейчас у нас речь идет, боюсь, что тоже о середине 70-х, но уже следующего века. Сверхзвуковая авиация. И в этот момент происходят очень сильные и важные изменения. Дикая карта, на которую никто не ожидал. А которая дала человечеству довольно неожиданный шанс. Персональный компьютер, интернет, мобильная связь, мобильная навигация. Смена экологической парадигмы на информационную. И все следующие десятилетия продолжается борьба этих двух парадигм. Кстати, она и сейчас идет. И, конечно же, в конце 90-х, начале нулевых, меняется валютно-финансовая модель. Период длинный, 27 лет, больше поколения. Мы приходим к 2001 году. Две страшные катастрофы. Кризис доткомов о инновационной экономике. Падение башен-близнецов. Начинается новый период турбулентности. Война в Ираке, арабская весна, война в Ливии, Майдан. Военный кризис 2014 года. Экономический кризис 2015 года. И, наконец, эпидемия коронавируса 2020. Обрыв. Кривая резко уходит вниз. И если наши модели более или менее верные, то после этого мы должны будем столкнуться с цивилизационным кризисом в его полной мере. Чтобы понять, как это может выглядеть, возвращаемся обратно в бронзовый век. И на основании того, что мы как-то знаем три кризиса и уже неплохо понимаем четвертый, мы вполне можем вычислить основные элементы классического цивилизационного кризиса. Первый и самый важный момент. Кризису предшествует процветание. И поэтому можно сразу сказать, что, закончиваясь по-другому прохоровка бронзового века, продолжаясь непрерывная война Хеттов и Египта с большим количеством потерь, в том числе и с исчезновением массы рабов, процветание, которое произошло в Серебряный век, его бы не было. Тогда и кризис был бы не таким тяжелым. Здесь работает то, что я назвал механизмом Иосифа от книги Бытия. Сначала должны быть тучные года, чтобы затем пришли тущие. Почему? А потому что поколения, воспитывающиеся в условиях процветания, не готовы к вызову кризиса. Они не могут на него реагировать и ждут, что кризис как-нибудь сам пройдет. И в первую очередь относится к правящим элитам. Они хотят завоеваний. Они хотят новых успехов. Они хотят нового качества жизни. А ситуация ровно противоположная. Нужна медленная, очень спокойная, очень аккуратная игра на восстановление ситуации. А они ждут, все получится само. Ну, примеры таких элит. Мы об этом будем говорить. Рим, Викторианская Великобритания. Викторианская эпоха вырастила поколение, которое оказалось не в состоянии разумно действовать ни в условиях мировой войны, ни в послевоенных условиях. Германия не справилась с поражением в Первой мировой войне. Очень красиво посмотреть на современные США. Какое было процветание. Какая была культура. И какое поколение, какие управленческие элиты у них сейчас. Разумеется, эти элиты не справятся ни с каким кризисом, ни в состоянии. Суть механизма Иосифа проста. Привычка к процветанию рождает определенный тип элиты и соответствующий народ. Привычка к процветанию создает парадигму устойчивого развития. Вообще говоря, я пришел к выводу, что когда вы слышите слова устойчивое развитие, надо начинать думать об архивации. Об архивации всего. Культуры, знаний, зерна, энергоносителей. Потому что слова устойчивое развитие означают, что мы пришли к процветанию. И это процветание оборвется кризисом. И это надо четко понимать. Кстати, интуитивно ты понимал такой фантастически умный человек, как Гёте. Помните в Фаусте? В какой момент Фауст должен был проиграть Мефистофелю? Когда он испытывает абсолютное счастье, у него все хорошо и здорово. И его часы в этот момент останавливаются. Помните? Ровно этот момент и есть. Дальше. Во времена процветания начинают с презрением относиться к резервированию. Помните вот этот момент? У настоящего производителя нет складов. Все должно приходить вовремя, мы ничего не складируем. Это пережитки Советского Союза. Иметь кучу всего омертвленного на складах-заводах. Складов быть не должно. Резервов быть не должно. Заметим. Ладно заводы, ладно резервы. Семейные финансовые запасы по миру в среднем составляли, я говорю до кризиса 2020 года, одну месячную зарплату. Что означает, по сути, что резервов не было вообще. Та же самая ситуация. Оказалось достаточно одной холодной зимы, причем, я бы сказал, умеренно холодной. Чтобы Европа осталась без запасов газов хранилищих. Или почти осталась. Называется эта концепция разумной достаточности. Резервы разумно достаточно. Их хватает на локальный кризис. То есть на год. Если очень постараться на два. При наступлении кризиса резервы счетливо расходуются и быстро исчерпываются. И элиты, и население ждут, что кризис кончится сам. Не планируются действия, рассчитанные на то, что кризис будет продолжаться десятилетиями. А после него наступит столетняя депрессия. Опять же интересно посмотреть. Самые последние доклады Римского клуба говорят о том, что вот сейчас, после кризиса 2020 года, нам необходимо еще активнее ориентироваться на зеленую экономику. Пересмотреть существующие планы и обеспечить быстрый выход из кризиса. Планируется скорейшее возобновление устойчивого развития. Когда кризис затягивается, начинает падать социальная устойчивость. Суверенизация областей, всплытие реликтов. Начинается резкий нагрев и крайнее недовольство населения. Дальше есть два варианта. Оба одинаково плохие. Первый вариант. Элиты изо всех сил удерживают власть в своих руках, попросту говоря, уничтожая любые ростки любого свободомысля, который вообще только может быть. Либо элиты уступают революционным массам. В обоих случаях замыкается обратная связь. Каждое поколение качество управления падает все сильнее, а требования к управлению все сильнее возрастают. Поскольку бы все это можно зафиксировать как кризис социосистемного процесса управления, то, следовательно, по социосистемному кубику идет смещение в иллюзорный процесс, то есть в войну. Внешнюю или внутреннюю, холодную или горячую, глобальную или локальную, объективную или прокси-войну, или все это вместе. Все это вместе – это катастрофа бронзового века или катастрофа античности. Война всех против всех, война родственников. Ну, конфликт России и Украины – хороший пример. Войну родственников я имею в виду, цитату, из младшей, впрочем, и старшей, да там в обоих родах это есть. Родичи, близкие, в распрях погибнут. Век бури мечей перед гибелью мира. Кризис процесса управления усугубляет неблагоприятные тренды в производстве. Падает уровень прибавочного продукта. Вот, собственно, как происходит смена по Иосифу шести тучных лет на шесть тонких лет. Но, к сожалению, у нас было не шесть тучных лет. У нас их было чуть меньше ста. Соответственно, и тучных будет примерно столько же. Второй момент в теории кризиса. Кризису предшествует глобализация. А глобализация связана с процветанием, высоким прибавочным продуктом, резервами, образованием сокровищ, обмен роскошью, монетизацией, имущественным расслоением. С этой точки зрения можно сказать, что когда у вас происходит глобализация, вы всегда находитесь в шаге от кризиса. То есть структура кризиса, напомним, мы в курсе вековых конфликтов, поэтому то, что я говорю следом, не означает сразу. Это может быть даже не одно, а два-три поколения. Но тем не менее структура понятная. Возникновение условий для глобализации в бронзовом веке серебряный мирный договор между Египтом и Кеттами. Создание глобализированного мира, охват глобализацией, всей территории, которую можно ей охватить при данном уровне техники. В тот момент бронзовый век – это восточно-средиземноморье. Все остальное либо пустое, либо до туда не добраться. Монетизация, колоссальная торговля, специализация регионов на производстве роскоши. Очень красивая ловушка. Сами же понимаете, производством роскоши в условиях глобализации можно получать колоссальную прибыль и обменивать у ионов все, что угодно, на очень высокий уровень жизни. Но представьте, что глобализация кончилась. В бронзовом веке она кончилась по двум причинам. Первое – взаимное уничтожение греческого и финикийского флота в ходе Троянской войны, после чего морская торговля, естественно, встала. И второе – нашествие народов моря с постоянными войнами, сжиганиями городов, что не давало возможности двигаться уже нормальным торговым караваном. Плюс надо это тоже иметь в виду. Любая торговля, даже самое, что ни на есть древнее, она все равно основывается на вексельном обращении. А какое вексельное обращение в условиях войны? Поэтому одновременно начинается финансовый кризис. И поэтому, как только глобализация дошла до своего конца, и понятно, что дальше ей идти некуда, вот тут-то и нужно ждать кризиса. Глобализация бронзового века охватила восточность Средиземноморья. Античная глобализация. Все Средиземноморье, плюс Галлию, плюс кусочки Британии. Ну, в общем, Средиземноморье с хвостиками. А глобализация Средневековья охватила Европу. Сегодняшняя глобализация весь мир. Кризис – это и есть распад глобализации с обрывом торговых цепочек, что мгновенно ставит в критическое положение территории, не обеспечивающей автарки по продовольствию и орудием труда, то есть производящим предметы роскоши. Распад системы торговли, прекращение денежного обращения, бартер. Очень важный момент. В этот момент падает налоговая система. Из-за колоссального кризиса денег. А денег нет, потому что все, у кого не есть их, начинают в условиях прятать, ибо цена денег становится крайне непредсказуемой, а кроме того, нахождение с ними очень опасно, вас могут просто убить. Деньги исчезают из обращения, и волей-неволей приходится брать даже в качество налогов бартер, например, зерно. Третье важное требование к кризису. Кризис связан с нарушением процесса производства продовольствия. Это момент принципиальный. Хоть мы и говорим, что был неолит, потом энеолит, медный век, бронзовый век, железный век, классические империи, средневековье, новое время, новейшее время, индустриальная, постиндустриальная цивилизация. Но мы все еще живем в неолите и зависим от сельского хозяйства. Впрямую. Если нечего есть, наличие ноутбука не помогает, даже если в сети есть напряжение. Поэтому всякий раз в кризис начинаются сбои с продовольствием. Как правило, это предполагает похолодание. Хотя, возможно, все что угодно. Опустынивание, пандемия среди базовых культур. Вспомните фильм «Интерстеллар», там это красиво показано. Но чаще всего это похолодание. И разница между процветающей цивилизацией и гибнущей, ну как гибнущей, не совсем, а многолкальное время, с падением численности населения на третье или около того, это 2,5 градуса по Цельсию средних температур. Плюс 2,5 градуса Цельсия у вас виноград растет в Южной Скандинавии. Минус – он перестает расти на севере Италии. Ну, понятно, я взял виноград в качестве примера. Понятно, что то же самое происходит со всеми остальными культурами. Похолодание может быть связано с предшествующим потеплением. Ну, например, масса таящих ледников или спуск в океан больших ледниковых озер, что было ни раз, ни два. Может быть связь с вулканической активностью. Санторин, Гекулов, Легрейские поля. Изменение гидрологии. Отсюда интересный момент. У нас почему-то все очень боятся глобального потепления. Но в течение большой части земной истории температура была выше сегодняшней. Даже не на 2-3 градуса, а на 10-12-14 градусов. И при этом только повышалась производительность экосистем. А вот периоды похолодания всегда были чрезвычайно критическими. И для биоты, и для человечества. Но я вам показывал, собственно, несколько ранее связь похолодания и потепления и, соответственно, катастрофы. Четвертое. Кризис, как правило, связан с крупными эпидемиями. Чума, коронавирус и так далее. Кстати, по бронзовому веку мы не знаем, была эпидемия или нет. Данных по ней не сохранилось. События могут быть несинхронными, могут быть несинхронными. Важный момент. Кризис элит приводит к этнической деградации и замене цивилизованного населения на варварское. Вот это мы еще увидим, когда, собственно, дарийцы таки придут в Грецию. А греки, соответственно, вернее, то, что от них осталось, будут пытаться как-то обосноваться в Азии. Это ухудшает качество управления, приводит к очень сильному к культурному кризису, который приводит дальше на кризис образования и на технологическую деградацию с разрушением ключевых технологических пакетов. Самое интересное, что практически в кризис очень трудно найти хорошее решение. Почти всегда, даже в войне, вам помогают игра на опережение. И только в кризисе время и темп находятся в противофазе. Выигрывая время и добиваясь результата, вы проигрываете темп. И с этой точки зрения, вроде бы, самое правильное в кризис – бросить все и вообще какое-то время ничего не делать. Но, как вы сами понимаете, ничего не делалось, во словах, когда все рушится, это невыносимо для человеческой природы. Поэтому элиты пытаются чем-то управлять, масса пытаются с чем-то бороться. И начинается процесс нарастающих автоколебаний, которые, в конечном счете, разрушают общество. Что касается похолодания и засухи, то данные по Бронзовому веку следующие. Наиболее известный аргумент в пользу засухи как важнейшая причина коллапса Бронзового века был выдвинут и обоснован 50 лет назад Карпентером. Он опубликовал маленькую, но высоко оцененную книгу, в которой утверждал, что мехенская цивилизация стала жертвой длительной засухи. Он подтвердил это цифрами, которые показали радикальное сокращение численности населения материковой Греции по окончанию Бронзового века. Радикальное сокращение населения в 2-3 раза. То есть у нас опять идут разговоры не о процентах, а о порядках. И Тамар Зингер из Тольевевского университета убежден, что масштабы голода в последние годы 13-го и 1-го десятилетия 12-го столетия до нашей эры были поистине беспрецедентными. Климатические катаклизмы охватили все Восточное Средиземноморье к концу 2-го числа до нашей эры. Это именно та самая ситуация. Восточное Средиземноморье и есть. Зона бронзовой глобализации, она не выходила за нее. И, собственно, климатический катаклизм охватывает весь этот район. Сложно сказать, с чем это связано. Вполне вероятно, и с определенным разрегулированием существующих территорий. Люди вырубали леса, засеивали пашни, да еще ко всему прочему начали создаваться товарные хозяйства. Ну, собственно, вот графики с изменением температуры. И опять видно падение температур в период темных веков. Темные века начинались где-то в районе 1170-го, а заканчивались они в районе 8-го века до нашей эры. И все это время идет рост температуры. А потом температура идет на плюсовые участки, и мы получаем с вами античное процветание, что для нас будут темы уже следующие скрепки. А вот теперь смотрите. Очень хорошую карту мне удалось найти. Это вторжение того, что называется народы моря. Дарейцы вторгаются на Пелопонез, естественно, поступая так, как и правильно было поступать, они не штурмуют линию укреплений на Истме, а пользуются тем, что Каринский залив довольно узкий и попросту говоря обходят эту линию Можино с фланга, сразу проникая в центральный Пелопонез. По мере их продвижения сожжены Иолк, Пелос, Микены, Кнос, Аргас. В общем, сожжены все города Микенской культуры. Сами греки успели сжечь Трою из столицы Хетского царства Хатсусу, сожгли и Тартус, а народы моря, которых мы не знаем, откуда они происходят, что они делают, они усилили эту ситуацию колоссальным ударом по ханаанским землям. Здесь были все. Наверное, здесь были и евреи-исходы, здесь были ханааны, здесь были сарды, самые разные социальные группы. Единственное, в чем они сходились, в том, что им не нужны были города или они не могли ими управлять, и поэтому пылают все, что может гореть. Сожжены города на Крите, сожжен Угарит, сожжен Библ, сожжен Кадыш, сожжено Алеппо. Вы помните, говорилось, что царь Алеппо мог иметь у себя больше подчиненных ему царей, чем Хаммурапи и царя Сирия. Собственно, вот на этом заканчивается существование Алеппо как великого города. Ливийцы вторгаются на территорию Египта и с невероятным трудом египтяне отбивают их атаку. Народы моря с Кипра вторгаются на территорию Египта и фараоны отбивают их атаку. Но после этого собственно Египет надломлен и тоже уже как великое государство не существует. Да, забыл сказать, что происходит на востоке плодородного полумесяца мы понимаем несколько хуже, но то, что Сепара Нипура, то есть культовые центры вилонской цивилизации сожжены дотла, это нам более-менее известно. Вавилон вроде бы сохранился. Ниневия и Ашур на этом периоде сохранились как города. Но практически в общем оставшихся городов были буквально единицы. Ну и соответственно вот, пожалуйста, новая пиктограмма, наверное, последняя в этой скрепке. Ну последняя имеется в виду по времени. Теперь у нас противоречие дарейцы Микены. Это противоречие выигрывают дарейцы, что, собственно, и приводит к бронзовому коллапсу. Нашествие народов моря разрушает все, до чего может дотянуться. Возникает израильское царство. Помните, да, эту землю Господь обещал нам. И начинает, и возникает жесткое противоречие между Ассирией и более или менее всеми остальными. С этого момента ассирийский факт становится чрезвычайно важным, поскольку Ассирия оказалась единственным до конца не разрушенным государством в условиях бронзовой катастрофы. Возникает цепочка противоречий Ассирия Вавилон, Вавилон Ассирия все остальные, но это уже история выхода из бронзового коллапса, это следующая картинка. Уровень разрушения Угорит заброшен после этого на 650 лет. Слой разрушений 2 метра. Хатсуса Ухеттов многие поселения уничтожены, а многие уничтожены условно, то есть их как бы ритуально сожгли и население их покинуло. Вавилон разгромлен Иламитами. До 90% поселения на Пелопонессе заброшено. Разрушенный Церин в Пелос, Фива, Храмен, не говоря о Шамикенах. Происходит окончательное разрушение остатков мекенской цивилизации. Возрождение и господство рода племенных отношений. Это в развитой героической цивилизации, которая, в общем, напоминала скорее даже феодальную, чем раннерабовладельческую. Вместе с тем, темные века характеризуются определенным прогрессом, в особенности освоение выплавки и обработки железа. А развитие социальных отношений привело к их трансформации вновь в раннеклассовые структуры и к формированию уникальных предполисных структур. Первоначально этими структурами были города протополиса, населяемые отдельными семьями и общинами и не имеющими ярко выраженной структуры, не имеющими субъектности. Можно выразиться и более просто. Темные века это не то, что была катастрофа во всех отношениях. Это возрождение очень старых типов отношений и социальных, и политических, и экономических. И это отсутствие субъектности, вследствие чего в течение какого-то времени, может быть столетий, ничего не происходит. Вернее, ничего не происходит, что стало бы вдруг по какой-то причине для чего-то значимым. Этот момент великолепно уловил Карл Чапик в фабрике Абсолют. У него там по мотивам Первой мировой войны плюс открытие атомной энергетики происходит невероятного масштаба война всех против всех. И в конце описания этой войны трудно понять какое было последнее решающее значение сражения этой войны. Но вот наверное в таком-то трактире там встретились большие колоссальные армии, но человек пятнадцать наверное набралось. А там первоначально идут миллионные армии, атомные снаряды и так далее. Вот это вот ситуация, когда у вас колоссальная война типа троянской выливается в бои там даже за трактир это наверное слишком хорошо. Исчезновение письменности едва ли не самым масштабным примером внезапного упадка может служить катастрофа бронзового века. Практически за один век государства строящиеся темноморья, отличающиеся высоким уровнем экономики и культуры с отложенными торговыми связями и дипломатическими отношениями прекратили свое существование. Причем в ряде из них исчезла даже письменность. И тут начинаешь понимать, что Толкин был очень начитанным человеком. Это же мы в общем-то выяснили уже во вторых веках 20 века, он писал гораздо раньше. Помните после войны гнева, когда возник Нуминора, когда был побежден Мелькор, Средиземья погрузилась в эпоху глубокого упадка и приплывающие на его берега Нуминорца местных дикарей стали снова учить возделывать землю и писать. Это тоже после тамошних великих цивилизаций. 400 лет продолжалась деградация. Для субмекенской керамики цитата вот это все по кембриджской истории древнего мира характерна утрата практически всех достижений вазописи предшествующей мекенской керамики. Керамика становится примитивной либо вовсе неокрашенная, либо выкрашенная в один сплошной цвет, обычно черный, либо украшенная несколькими незмысловатыми линиями. Это после красивейших ваз мекенского периода. Причем регресс коснулся. Ладно бы он тронул только развитые цивилизации. Даже неолитические поселения Центральной Европы утратили часть достижений культуры и погрузились в прошлое. Итак, как выглядит хронология 1200-1100 годы. Разрушены почти все важнейшие мекенские поселения, кроме Афин. Мы говорили уже, что Афин поселение Пеласгов. Кроме того, у Гилла были исторически особые отношения с ТСМ. 1200-й год. Численность населения Пелопонесса максимально сокращается с полутора миллионов до полумиллиона, то есть в три раза. Это подсчит современных демографов. Происходит об наибольший упадок сельского хозяйства. 950-750-е годы греки принимают финикийский алфавит. Помните, да, но минорцы высаживая Средиземье начали учить местных варваров всему, чему можно было, начиная от земледелия и заканчивая алфавитом. До к 800-му году численность населения возрастает, подъем сельского хозяйства, возникновение геометрического стиля в керамике, распространение железного оружия. В принципе, считается, что 800-й год это конец темных веков. Ну, заметим, что даже по этому расчету 400 лет у нас чистое. 776-й год, традиционная дата первых олимпийских игр. 750-е годы, записываются поэмы многомер. И, собственно, с этого момента начинается уже история классической Греции. По книге «Год, когда пала цивилизация» Рейнфрю выделил общие признаки системного коллапса в следующем порядке. Первое – коллапс централизованного управления. Второе – исчезновение традиционного элитного класса. Но сколько не говоришь каждому элитному классу, что вот это происходит, они никогда в это не верят. Третье – коллапс централизованной экономики. Так называемый переход на низкую страту развития цивилизации. Высокое – это высокие налоги, сильное государство, большое строительство. Низкое – это чисто бартерные налоги. Каждая область как-то защищает себя сама. Ну, или не защищает. Такое тоже бывает. Четвертое – смена места жительства, сокращенчестность населения, антропотоки. В целом, системный кризис во всех своих аспектах может длиться век. И нельзя определить одну единственную причину такого кризиса. Последствием подобной катастрофы является переход на более низкий уровень социально-политической интеграции, этот самый распад на поселение, и возникновение романтических представлений о темных веках применительно к предыдущему периоду. Это не просто соответствует цивилизации Эгейского бассейна, но и соотносится с коллапсом Майя, древнего царства в Египте, долине Инда. Тема обвалов на протяжении человеческой истории известна очень хорошо, и масса людей этим делом занималась. Например, Даймонд. Данный период, непосредственно путешествующий темным векам, являлся исключительным по количеству договоров, законов, дипломатических контактов и обменов, которые породили первую международную эру в мировую историю. Первая глобализация. Тоже интересно читать, как сегодня римский клуб говорят, ну вот у нас теперь появился общий международный документ, который говорит о том, как мы будем дальше бороться с кризисом. Как раз появление такого типа документов еще раз маркирует верхнюю глобализацию, а значит начало большого кризиса. Монро замечает, что обычно правители ведущей державы стремятся бороться с симптомами, а не с причинами нестабильности. И делает очень интересный вывод, который для нас крайне значим сегодня. Насильственное разрушение дворцовой цивилизации позднего бронзового века было, подобно многим другим крахам, естественным результатом дурного прогнозирования. Ну, собственно говоря, мы практически закончили. Важно понять, что раз уж мы вошли в кризис, из этого кризиса обязательно нужно будет выйти. И для выхода из кризиса существуют своего рода законы. Мы об этом законах поговорим на нашей следующей лекции, последней в цикле «Ранняя древность». Собственно говоря, именно этими законами и определяется необходимость в последней лекции. Дело в том, что для выхода из темных веков обязательно нужна культура стартера. Маленькая пассионарная культура, которая в условиях всеобщего распада начинает пассионарную деятельность, ну, как правило, в форме захвата всего, до чего может дотянуться, на этом свою пассионарность теряет и обычно оказывается частично или полностью уничтоженной. Собственно говоря, именно отсюда тема нашей последней лекции этой скрепки «Оссирия». Именно гибелью этой культуры в значительной мере мы обязаны тому, что бронзовый коллапс все-таки был преодолен, а самое главное дал не повторение предыдущего, а совершенно иную эпоху развития, собственно классическую древность. Спасибо за внимание.